Чем еще занимаются люди, которым не покорился Евро-2016? Пометуя о том, что век футболиста короток, многие российские футболисты уже сейчас готовят отходные пути. Давайте посмотрим, может кто-нибудь из этих ребят преуспел в бизнесе больше, чем в футболе. Братья Березуцкие. Защитники сборной России по футболу являются учредителями компаний, которая занимается продажей спортивных товаров. Кроме того, в этот бизнес они привлекли значительное число акционеров, в их числе вратарь Динамо Владимир Габулов. Также братья Березуцкие владеют 50% компаний Национальная юридическая служба. Не так давно эта фирма оказывала услуги ВТБ, предоставляла расчетно-кассовое обслуживание, дистанционные юридические и бухгалтерские консультации по вопросам ведения бизнеса. Сумма того контракта составила 10 миллионов рублей. Игорь Акинфеев. Теперь поговорим о Игоре Акинфееве. Основной вратарь сборной России до середины 2013 года владел компанией Букет Сервис в Красногорске, которая занималась оптовой продажей цветов. В настоящее время Игорь является соучредителем фирмы, которая торгует промышленным деревом и стройматериалами. Александр Самедов. Александр и его жена в 2013 году открыли кафе прямо в московском парке Сокольники. Однако по данным некоторых СМИ, в прошлом году у кафе возникли трудности с Федеральной миграционной службой. Учредители заведения нанимали на работу молдавских нелегалов, из-за чего Самедовы были серьезно оштрафованы. Братья Камбаровы. Эти российские футболисты владеют компанией по сносу зданий и производству земляных работ. Кроме того, Дмитрий Камбаров вместе с Петром Быстровым владели рестораном «Ромашка Фэмили» в Москве, но сейчас он закрылся. Роман Шишкин. Защитник сборной России по футболу имеет свой строительный бизнес. В марте 2015 года он со своей женой зарегистрировал строительную компанию «Строй Альянс». Роман является единственным владельцем компании, его жена Марина Шишкина – гендиректором. Сергей Игнашевич. Ветеран сборной в 2010 году учредил несколько компаний, которые занимаются сдачей недвижимости в аренду. На данный момент Сергею принадлежит ровно 50% акций этих компаний. А с вами был Влад205. Пишите в комментариях свое мнение. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok